Субтитры сделал DimaTorzok С дополнениями Брал я этот комплекс еще давно В ноябре прошлого года И планировал повторить новогоднюю модель 2021 Помните, тогда я собирал панцирь И это вообще первое видео на канале С которых как раз таки все и начиналось И вот спустя год я решил повторить панцирь Как я уже вам говорил, рассказывал про армату Это вторая моя модель Но та же история и с панцирем Мне просто не очень понравилось То, что он без дополнений Захотелось еще один такой же Ну и немножечко в другом камуфляже И в результате вот я купил себе второй панцирь еще в ноябре Взял также базовый набор фототравления Для набора звезды от микродизайна Но оставшиеся два дополнения так и не смог купить Потому что они закончились в наличии А потом естественно была буханка Ну и вот на Новый год я как раз таки собирал буханку И вот в этот раз теперь все-таки дополнение я докупил Это набор фототравления сетки И 3D декали от Quintestudio С которыми я опять же буду работать Уже наверное покажу это полномасштабно В Тайфуне ко мне не удалось этого сделать Потому что я работал в первый раз И мне надо было самому определиться Как и что В этот же раз я постараюсь все это показать Ну и давайте наверное перейдем к обзору Коробка у данной модели достаточно большая Она даже не помещается в некоторых местах в объектив камеры На коробке у нас изображен сам непосредственно панцирь S1 В арктическом камуфляже Здесь арктический трелистник Ну и группа сопровождения Замечательной собакой Название на двух языках Логотип звезды и масштаб 1.35 как я уже говорил Здесь и здесь У нас опять же название на разных языках Здесь бокс-арты других моделей Которые звезда предлагает нам собрать С нижней же стороны информация о модели Юридическая и информация также по декалям И бокс-арты также других моделей Скажу честно Коробку я уже открывал Потому что пробовал уже снять обзор Но в результате у меня ничего не получилось Памяти было мало И видео не сохранилось Поэтому все литники без пакетов На обратной стороне нас встречает справка О прототипе Масштаб Количество деталей И здесь немало 677 И плюсом к этому я буду еще использовать И фототравление И длина модели 35,5 см Но на деле почему-то оказалось Что длина модели составила всего лишь 30 см Но от этого она не становится интересной Название на двух языках Логотип звезды Каталоговый номер 3698 И QR-код Как мы видим по фотографиям тестовой сборки Модель получится может достаточно красивой Ну что ж, предлагаю открыть коробку Здесь нас встречает инструкция по сборке Инструкция по покраске Ненужный листик С предупреждениями И юридической информацией Набор покрышек Литники 2D-декали От Quinta Studio Декали Для модели звезды И прозрачный лист Прозрачные детали И два набора фототравления От микродизайна Дополнениями мы займемся позже Также, естественно, литники Литники, как я уже сказала, открытые Ну и давайте, наверное, начнем по порядку С литников Это самое интересное, что есть в модели Коробку пока отложу Итак Первым делом нас здесь встречает Литник Ф Здесь у нас изображены детали Для основания радара Для командного пункта И для самого непосредственно корпуса радара Далее нас встречает Литник Где тут название Литник G Здесь у нас также даны Детали для оснований Детали для корпуса радара И разные другие вещи Такие, как, например, пандусы Для обслуживания экипажа Но их мы будем заменять на фототравление Потом обязательно покажу Далее нас встречает Литник C Он двойной Парный Это детали ракет И все остальные парные детали Такие, как элемент трансмиссии Ходовой Диски колес Элементы опор ракет Ну и так далее Сразу же откладываем второй литник Далее нас встречает Литник H Это также небольшие детали И это, по-моему, самый маленький литник в наборе Здесь даны деталь бампера Детали топливных баков И выхлопных систем А также некоторые детали двигателя Далее нас встречает Литник K Здесь даны Трапики для обслуживания Экипажем модуля Боевого И остальные детали Для создания нашей модели Такие, как специальные решетки Радиаторы И внутренняя обшивка люка Затем у нас лежит литник B Это половинки Ходовой Лонжероны Элементы трансмиссии И мосты Также здесь нас встречают Вот такие толстые карданные передачи И специальное устройство Гидравлического привода Для поворота И последний литник Это литник A Здесь у нас даны детали кабины И, впрочем-то, в некоторых местах Присутствуют детали Для создания других элементов Единственный минус данного набора Это лопнутая деталь Треснувшая деталь Специальной системы Специального рычага поворота колес И вот такая вот Господи, как же она называется Ребят, подскажите, как называется Это ерунда Я забыла А, утяжина на детали руля В целом Все остальное здесь хорошо достаточно Но ничего Это мы, в принципе, зашпаклюем А деталь трансмиссии сделаем Не трансмиссии А поворота Сделаем Давайте же теперь посмотрим На колеса Резина здесь достаточно хорошая Всю доставать не буду Потому что На опыте прошлого года Знаю, что запихать это все обратно Не предоставляется возможно В принципе, покрышка отлита достаточно хорошо Видны даже Какие-то рельефные элементы Вследствие чего Вполне возможно Использование резиновых покрышек Вместо смолиных Смолиные я, кстати, не люблю Позже сделаю об этом отдельный ролик Теперь декали и прозрачное стекление Кстати, вот здесь вот лежит деталька Которая от литника отвалилась Потом приклею Это, по-моему, деталь ресивера Прозрачное стекление достаточно хорошее Имеет правильную форму То есть выравнивать не придется И нормальную прозрачность Вследствие чего Есть возможность сделать кабину полностью закрытой Не теряя при этом возможности рассматривать интерьер Также даны детали фар и детали прицелов Касаемо декалей Они здесь, в принципе, достаточно хорошие Но есть те, которые сделаны не в свой размер Например, декали с номером С номером КамАЗа 6560 Георгиевские ленты Они достаточно большие Для двери, на которую нам и говорит Клеит звезда На деле парадные ленты Клеятся вот сюда На радар Чтобы их было видно Для радара они подойдут идеально А вот дверями придется попотеть И подрезать Также мне не очень понравились декали на панели управления Если вы опытный моделист И хотите собрать панцирь хорошо и красиво Мой вам совет Берите лучше 3D декали от Quintestudio Поскольку эти гораздо больше посадочных мест И в два раза больше декали от Quintestudio Которые, к слову, должны ложиться идеально По крайней мере, мой опыт работы с айфоном К Говорит именно об этом Ну и также здесь нас встречает сеточка Которую мы использовать не будем И Отражательные элементы на зеркала Инструкция Начнем, пожалуй, с инструкции по покраске Зида нам дает всего лишь 4 варианта окраски модели Один парадный Второй для средней полосы России Ну, в принципе, различия между ними только в номерных знаках И звездах Было бы здорово, если бы звезда дополнительно предложила какой-нибудь камуфляж Например, трехцветный Также есть песочный камуфляж И зимний, арктический Ему посвящена целая страница Также даны краски Но они нужны не все, естественно А только те, которые вы выберете для покраски своего панциря Я, например, буду этот панцирь красить в трехцветный камуфляж для средней полосы России Буду для этого использовать краски, полученные при покупке набора Тайфун К Брал я его на Ямоделисте В апгрейд наборе шли как раз-таки эти краски от Pacific 88 Итак, инструкция по сборке На первой странице нас встречают варианты сборки Боевое положение и небоевое Позже в процессе сборки я расскажу много интересностей Также нас здесь встречают литники Всего лишь здесь два парных литника Это литник Е покрышки и литник С Это парные детали и все остальное Все остальные литники полностью уникальны И замене не подлежат Итак, начинаем мы сборку с двигателя Потом отпрыгиваем в кабину Потом переходим к раме В общем, прыгаем мы по инструкции достаточно хорошо И двигатель мы, кстати, устанавливаем на раму на 28 пункте Странно только, почему нельзя было сначала сделать кабину И только потом начать делать двигатель Чтобы потом вместе с рамой это все сделать Но, видимо, ребята и звезды решили, что мы будем собирать все разом И решили, что двигатель мы будем красить отдельно Прокрасив все алюминиевые детали в алюминиевый цвет И чтобы краска высохла Сделали перерыв на кабину Ну и потом мы достаточно долго работаем с рамой Далее приклеиваем на раму кабину, бампер И вот на 54 пункте мы наконец-то начинаем собирать Самое интересное Пункт управления комплексом Панцирь С-1 Боевую платформу, на которой находится радар И электроблок с электровспомогательным оборудованием И вот на 69 пункте у нас начинается конкретно сборка радара И с 69 по 87 пункт мы собираем именно его На 88 пункте мы завершаем сборку Итак, переходим к обзору дополнений Фототравление Начнем, пожалуй, с базового набора Он здесь достаточно большой Казалось бы, всего лишь два литника и прозрачные детали Но нет Я сначала тоже испугался, что мне привезли какой-то не такой набор Но нет Здесь нас встречает вот такая огромная плата фототравления На которой нам даны практически все детали Вот эта решетка, кстати, она пойдет под замену наборной Брызговики, скорее всего, тоже буду менять Работать я не буду, наверное, лишь с мелкими, очень мелкими деталями Ай, зацепился Никогда не совершать таких ошибок Инструкция здесь дана целыми тремя листами Два из которых формата А4 Один в три раза меньше Вследствие чего Можно сделать вывод Работа предстоит очень большая Итак, переходим дальше Набор фототравления Сетки Открывать я, в принципе, думаю, не буду Тут и так все понятно Это сетка на модуль Спомогательного электрического оборудования А это на специальные пандусы Для обслуживания боевого модуля Ну и, естественно, всякая мелочевка Есть даже сетка на бампер Ее мы, естественно, тоже поставим Не пугайтесь, что я кашляю Я всего лишь немножечко заболел Итак, 3D декали Это первые декали, которые ко мне приехали Поэтому я их уже изрядно понасмотрел Повытаскиваю из пакетов Но работал я в первую очередь с декалями от КамАЗа Пардон Итак, как мы видим Декали здесь достаточно качественные Рельеф проработан Можно даже пальцем потрогать И понять, что все это вызывает просто кайф Здесь даны приборы на панель управления Которые, кстати, подходят под посадочные места Должны, по крайней мере Они в несколько раз меньше звездовских Как минимум в два раза И должны подойти на свои места Ну и, естественно, при сборке мы это проверим Ну и на втором литнике Второй детали нам даны также Для кабины декали С опознавательными знаками для водителя И номера К сожалению, практически ничего больше здесь нет Только катафоты и огни автопоезда Которых на панцире, по идее, не должно быть На этом, наверное, стоит завершать обзор В принципе, модель мне понравилась В сборке и без дополнений Если вы хотите собрать хорошую модель Панцирь для этого как раз подходит Но все-таки советую брать его профессионалам Слишком много деталей Если вы новичок, вы будете с ним очень долго возиться Да и стоимость тоже не маленькая Выкинуть на помойку 3000 рублей В случае чего очень не хочется Ну и естественно Инструкция здесь тоже достаточно понятная Если хотите, можете также докупать Фототравление и все остальное Но все же можно собрать Панцирь и просто так Стыкуемость у модели хорошая Да и детализация тоже Особенно ходовой части Мне, если честно, понравилось Деталей там достаточно много И ходовой части как раз таки Уделяется наибольшее внимание Кабина тоже детально проработана Но не настолько, как ходовая Ведь ей отделяется целых Три-четыре страницы И 33 пункта Более того После того, как мы сделали напрямую ходовую Мы продолжаем с ней косвенно работать На 61 пункте В 68 пункте И так далее Радар тоже достаточно хорошо Продетализирован Модель получится Очень хорошей С этими дополнениями Этот набор можно вполне Хорошо собрать На мой взгляд Это наилучшая комбинация Для сборки панцирь Смоляные колеса Я бы не стал использовать Об этом я сделаю отдельный ролик Ну а на этом все До новых встреч, друзья Продуктивного творчества И удачи!